Добрый вечер! 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 там, мужчину, как сделать так, чтобы он не ушёл. То есть, может быть, нам этих наших традиций достаточно, или же всё-таки нет? Я думаю, что в каждой стране есть какие-то сильные стороны, и есть то, что можно развивать. Допустим, для казачек действительно у них очень сильная вот эта энергия земли. Именно энергия удержания, энергия изобилия, процветания. Но вот эмоциональная энергия, энергия воды, вот эта лёгкость, умение радоваться просто так, умение восхищаться миром, умение просто любить, ничего не требуя взамен. Мне кажется, это как раз то, что можно развивать и учиться в других традициях, давать любовь просто так. И здесь мне, опять же, очень нравится вот эта техника. И она вчера пришла к нам от казачек, хотя это йоговская техника, когда мы говорим, что все мои чувства, чувства любви, все мои слова, слова о любви, все мои мысли, мысли о любви, все мои знания, знания о любви. Да пребудет любовь во всей Вселенной для наивысшего счастья. И потом вот этим потоком любви мы можем его направлять на своего любимого мужчину, можем этим потоком передавать, допустим, чай. И вчера одна из девушек, Айгуль, с нами поделилась тем, что она этим наполняет еду для своей дочери и говорит, ой, я желаю, чтобы моя дочь носила только хорошие отметки, четверки и пятерки. И я хочу, чтобы у моего мужа в бизнесе все было замечательно. И она говорит, вы представляете, где-то я месяц делаю эту практику, «Открывая сердце для любви и наполняя еду». И дочка на самом деле стала лучше учиться, а у мужа пошло повышение по службе и более такие большие контракты. То есть все это работает? Да, это абсолютно все работает. Нам главное в это верить и что-то делать. Хорошо. Лариса, в своей книге «Круг женской силы» вы описываете очень сильные техники, да? Они, мне кажется, даже похожи на магию. То есть эти воронки, да, крутить. То есть насколько это, скажем, насколько это экологично, да? Не вредно там кармически? Любое действие — это уже магия. Поэтому все, что мы делаем, меняет реальность. И мы понимаем, мне больше кажется, воронки — это больше связано с квантовой физикой, больше с энергией. Потому что любая энергия, она, да, существует. И любой инструмент зависит от нашего намерения. Если у нас добрые помыслы, то тогда никаких кармических последствий не будет. Если мы свою энергию направляем на разрушение, на зло, на что-то такое действительно неправильное, то, конечно, кармические последствия будут, неважно, какие практики мы делаем. И любые инструменты, они всего лишь инструменты. Но привлечение мужчины, да? То есть вы описываете в своих книгах, как привлечь мужчину. Но это не манипуляции разве? То есть вы же прям говорите, что вот действуй так, тогда он сделает вот так. То есть если ты поступишь так, то он сделает вот так. Манипуляции — это тайный умысел. Любая женщина, она должна делать всё, на что действительно у неё есть талант, энергия. Но при этом понимать, что результат, в общем-то, всегда зависит от божественного. Поэтому в наших силах и наш талант максимально использовать свою красоту. Потому что можно сказать, что когда мы красимся, это тоже манипуляция. Потому что, конечно, красивая женщина с блестящими накрашенными глазами, она вызовет больше внимания, чем женщина, одетая в какое-нибудь серое платье. И совершенно не следящая за собой. И вот это умение понимать. И самое главное, опять же, важно посыл. Что я хочу привлечь? Если я хочу привлечь любовь, если я хочу подарить любовь, это совсем другое, чем то, что я хочу получить что-то материальную выгоду. И важно понимать, что я несу в этот мир, и что я хочу в этом мире создать. И моя последняя книга, которую я хотела бы вам подарить, «Ночь времени», она как раз о выборе, что мы выбираем, любовь или страх, комфорт или возможности. И когда женщина в любви, когда женщина несет эту любовь в миру, то вокруг нее меняются все в лучшую сторону. И ее муж, и ее дети, и ее сотрудники, и страна. И в этом, мне кажется, огромная сила женщины, да, быть вот в этом состоянии принятия любви, радости. И тогда мужчины привлекаются, потому что современные мужчины, они действительно мечтают о любви. Но не каждая женщина живет в этом состоянии любви. Не каждая женщина дарит эту любовь. Если посмотреть вокруг, таких женщин очень мало. Поэтому я пишу свои книги, чтобы таких женщин стало больше. Я провожу тренинги, открытые мастер-классы. И сейчас мы начали программу благотворительную для девочек с 12 до 16 лет. Помогаем раскрыть их таланты, обрести уверенность в себе, ценность в себя. И умение, опять же, любить, да, мир близких и мужчин. Потому что, мне кажется, очень сильная проблема современных женщин, что мы потеряли в связи с войнами, революциями, коллективизациями вот это глубинное уважение к мужчинам. Принятие их лидерства, принятие их ответственности. Мы все взваливаем на себя, все проблемы, зарабатывая, решая все вопросы. Потом их же за это начинаем ненавидеть и обвинять. Ну а что делать женщинам? Вот что вы предлагаете? То есть сидеть и ждать? Нет, не сидеть и ждать. Меняться самим. Меняться самим, менять свое отношение к мужчинам, начинать в них видеть что-то замечательное. Мне очень понравилось, опять одна из наших учениц поделилась такой очень хорошей практикой. Она говорит, я выхожу каждый день и вижу в мужчинах, которых я встречаю, то, чем я могу восхититься. В ком-то я восхищаюсь силой и влиянием, в ком-то я восхищаюсь прекрасной одеждой, в ком-то умением заботиться. И когда мы так смотрим на мужчин, то тот мужчина, которого мы встречаем, он уже все эти качества начинает воплощать. И мне нравится вот такой подход, когда действительно, видя в мужчине что-то необыкновенное, уникальное, мы начинаем это пествовать, лелеять и привлекать это в свою жизнь. Но мы же видим не только достоинства, мы же видим и недостатки своих мужчин. Как с ними бороться? Стоит ли с ними бороться? Я думаю, что с ними не стоит бороться. Их нужно просто принимать? Лучше принимать. И на что мы обращаем внимание, то и увеличивается. Куда направляем энергию, то и растет. Поэтому, когда мы видим недостатки, мы можем про них сказать, но не обвиняем мужчину, сказать, ты знаешь, мне не нравится, например, то, что ты забыл позвонить мне в мой день рождения. Но при этом все-таки больше говорить хорошего. И мне нравятся три ключа, когда мы говорим замечательно о своем мужчине, ему, о своем мужчине, как мы говорим, о нем ему, о нем при нем. Когда мы говорим окружающим, о нем что-то очень замечательное, он это слышит. И о нем без него. Когда мы говорим, когда его нет, но мы говорим о нем своим подругам, коллегам, родственникам, только хорошим. Потому что, когда мы говорим плохое о своем муже, мы лишаемся его энергетической защиты. И вот этим надо быть очень осторожным и стараться. И как только женщина начинает это делать, то действительно мужчина начинает меняться буквально на глазах. И становится таким, каким он может быть, каким мы хотим его видеть. Ну, у нас в стране мужчины-казахи, конечно, очень избалованы. Я думаю, что, наверное, это связано и со статистикой, да, что мужчин у нас все-таки меньше в стране, чем женщин. И женщины по природе своей казашки, да, они более, скажем, гибче, да, наверное. То есть мы, вот как восточные женщины, мы больше, на больше готовы пойти, да. То есть больше мудрости, больше терпения. То есть терпение, мне кажется, это наше основное какое-то качество, да. Но я считаю, что все-таки мужчина должен уважать свою женщину. Если нет уважения, то стоит ли терпеть рядом с собой такого мужчину? Я думаю, это как раз про уважение к самой себе, про ценность к самой себя. То есть когда женщина ценит себя, когда она любит себя, уважает себя, то тогда и мужчина проявляется в соответствии к ней, ну, соответственно, да. Мужчина проявляет все соответственно. А если женщина внутри себя не уважает, если она не позволяет себе уделять себе время, да, или тратить на себя деньги, такую уходит в жертву, то мужчина, соответственно, начинает к ней относиться как палач, унижая ее, иногда даже там избивая. И мужчину обвинять в этом, конечно, можно, но важнее вернуть себе вот эту ценность себя, говорить, что да, я уникальна, я неповторима. То есть начинать нужно всегда с самой себя. Нужно с самой себя, потому что мир – это все, что внутри нас. Мне понравилась в вашей книге, вы говорите, что женой дворника может стать каждый. Да. А вот женой императора не каждая женщина. Не каждая женщина. Вот как стать женой императора? Первое – это ценность себя, знать, что я достойна, что у меня достаточно ума, силы, мудрости, чтобы эту энергию держать. Второе – это уровень силы, энергии, потому что любой мужчина, ему нужна вот эта женская энергия, благодаря которой энергия, творческая энергия, сексуальная энергия, которую он уже и превращает в свой материальный статус, в свое влияние. И здесь от нас зависит, какой уровень влияния мы можем удержать, какую энергию мы можем удержать. Умение любить – все равно без этого никуда. Можно купить вкусный дом, вкусную еду, но вот любовь, которую вкладывает женщина, любовь, которую она окутывает мужчину и которая хранит его от многих неприятностей, – это не купишь ни за какие деньги. И если вспомнить фильм «Непристойное предложение», там есть такая чудесная сцена, когда главный герой предлагал героине безумные деньги, да, за то, чтобы быть с ней. Но потом он в какой-то момент понял, что сколько бы он денег ни платил, она никогда не будет на него смотреть так, как она смотрит на любимого мужчину. И вот эта готовность, опять же, давать любовь просто так, ничего не требуя взамен. Ну и, я думаю, наверное, очень важный аспект, что женщина готова вкладывать свою энергию в создание дома, уюта, мужчину. Потому что очень часто у современной женщины, если посмотреть на ее расписание, времени для мужчины там почти нет. То есть так, по остаточному принципу. И потом, конечно, она удивляется, а как же так? Почему отношения не складываются, или почему мы так далеки друг от друга? Я знаю, что многие женщины считают, что если они умеют любить, то есть так, как они умеют любить, да, если это любовь искренняя, чистая, и им и не нужны эти практики, им и не нужны ваши книги, да, то есть им не нужны семинары, они говорят, мы просто любим, и мы знаем, как любить. Про любовь может у каждого своя, да, возможность любить, а вот с энергией по-другому, потому что энергия, то, о чем мы говорим, вот эта сила удержания, сила, то, что мы даем, она, к сожалению, с возрастом утрачивается. Мы ее теряем, рожая детей, мы ее теряем, потому что мы меняемся, да, мы не такие юные, как 20 лет, у нас не столько энергии, а мы ее теряем с негативными эмоциями, с утратами, с разочарованиями, со слезами, да? Со слезами, да, с какими-то проблемами на работе. И вот здесь вот, конечно, 20-летним девочкам важна, скорее всего, мудрость и знание, а когда 30-35, там уже важна не только мудрость и знание, умение любить, но и вот эта энергия, наша женская энергия, которую мы можем взращивать, усиливать и развивать. И тогда нужны практики, чтобы себя поддержать. Так же, как мы ходим к косметологу, фитнес, так же и энергия требует внимания и времени. У меня в гостях была Евгения Фролова, ваша коллега, и до этого был психолог наш, казахстанский, Назгу Лещанова. И все психологи, да, вы говорите об одном и том же, о том, что женщина должна уделять время самой себе. Но я знаю очень многих женщин, которые действительно очень много внимания себе уделяют. Я их не вижу, да, в плохом состоянии, не вижу их, я не знаю, там, не накрашенными, да, не уложенными. То есть они очень хорошо выглядят, но при этом я вижу, что искры в глазах, да, то есть того огонька счастья нет. То есть они могут иметь мужа, могут иметь детей, могут иметь материальный достаток, да, то есть и время, времени очень много свободного, чтобы ухаживать за собой. Но нет этой... То есть ты не видишь счастья в глазах? Для меня счастье именно соединённость со своей миссией, как бы громко это ни звучало. То есть понимание того, а что я в этом мире должна создать. И сейчас новые программы Академии, то, куда мы развиваемся, то, куда Академия частной жизни развивается, это именно дать возможность найти свой талант и то, что я в этом мире... То есть если женщина не реализует себя, то она никогда не будет счастлива? Не будет. Потому что счастье... Даже имея дом, даже имея мужа, даже имея семью. Не будет. Потому что дом, муж, семья — это то, что нас поддерживает, нам помогает реализовать себя. Но если мы не знаем, куда направить свою энергию, если они знают, для чего я пришла в этот мир, то тогда всё становится в какой-то момент действительно... Ну, приятным, конечно, но вот это ощущение пустоты в душе. И я очень много... Почему у меня возникло понимание, что нужно делать эти программы? Потому что к нам приходит очень много таких женщин, которые действительно со стороны кажутся, что у неё есть всё. Майбах — прекрасный дом на Вороблёвке, там, не знаю, возможность путешествовать каждый месяц, куда она хочет, дети, мужчина. Но то, что вы говорите, вот этого блеска в глазах, его нет. И как только ты находишь то, что тебе хочется в этом мире создать, написать книгу, построить храм с четырёх стихий, создать, открыть новый закон, нарисовать картину, или создать империю, или снять фильм. То есть неважно, да, это может быть в любом аспекте. Кому-то просто научиться печь пироги, но так, как никто никогда не пёк, то тогда возникает вот этот ток энергии, тогда глаза начинают блестеть, тогда появляется интерес к миру. И тогда всё становится возможностями. Всё очень просто. В общем, да. Для каждого человека, и не только для мужчины, очень важна реализация себя. Я уверена в этом. И это то, что мне очень нравится. Одна из моих учениц сказала, 2000 лет люди бились над тем, как найти свою реализацию. Ну вот, говорит, теперь благодаря Ларисе Ренару, наконец-то в 2001 году они это найдут. И я в это верю, и я на самом деле сейчас собрала те знания, опять же, по крупицам, которые помогают нам соединиться со своей вот этой звездой пленительного счастья. Мне очень нравится эта метафора, что когда рождается человек, загорается звезда на небе. И каждый из нас должен оставить эту звезду сиять после своей смерти. И о чём это будет звезда? Это нам нужно понять, найти и эту звезду, двигаться к ней, соединиться с ней. И тогда ощущение, что эта жизнь прошла в таком счастье, в упоении, в открытиях и в созидании самое главное.